Здравствуйте! Вы смотрите программу Наш Красноярск. Теледневника культурной и спортивной жизни Краевого Центра. Сегодня с вами я, Игорь Костенков, и наш гость Михаил Иосифович Бенюмов, заслуженный артист России, художественный руководитель Красноярского камерного оркестра, который является организатором и бессменным участником фестиваля камерно-оркестровой музыки «Азия, Сибирь и Европа». Здравствуйте! Здравствуйте! Тема сегодняшней программы – предстоящий фестиваль. Об этом будем говорить, но вначале предлагаю посмотреть сюжет. В стенах Малого концертного зала Краевой филармонии кипит репетиционный процесс. Виртуозы из Германии, Китая, Швейцарии и Португалии добиваются идеальной сыгранности, чтобы уже в 16-й раз красноярская публика смогла насладиться величайшими произведениями мастеров камерно-оркестровой музыки на международном фестивале «Азия, Сибирь, Европа». Этим событием по традиции откроет свой творческий сезон Красноярский камерный оркестр. Представительный состав участников обещает искушенному зрителю массу сюрпризов. Впервые за всю историю фестиваля прозвучат сразу две мировые премьеры, а публика познакомится со старинными и экзотическими музыкальными инструментами. Первая премьера состоится 10 сентября. Красноярский камерный и дзелинский симфонические оркестры сыграют концерт для шен с оркестром «Инь-Ян» известного немецкого композитора Эньота Шнайдера, который вдохновлялся даотской философией при написании этого шедевра. Самое главное в этой философии – это то, что черное и белое существуют всегда рядом, что черное никогда не бывает бесконечным и наступает свет. И свет, к сожалению, тоже сменяется тьмой. И мудрые люди всегда предвидят перемены и смеются в дождь, потому что знают, что после этого наступит солнце. Примечательно, что это произведение автор создавал для своего друга, китайского органиста Вуэя. Китайский орган, точнее шен – это непривычное для нас сооружение, а вполне компактный инструмент, история которого началась более двух тысяч лет назад. Его уникальность в том, что диапазон звучания составляет три октавы. Для этого необходимы 37 бамбуковых трубочек вместо традиционных 17. Шен, который Вуэй привез в Красноярск, был изготовлен много лет назад его учителем. Весит он 4 килограмма, но это не самое тяжелое, с чем сталкивается музыкант при игре. Вы теряете большой объем воздуха во время игры, открывая и закрывая отверстия органа. Играть нужно как на выдохе, так и на вдохе. Физически это очень сложно, поэтому необходимо уметь правильно дышать. Вторая мировая премьера, которая написана также специально для нашего фестиваля, ее привезут наши гости – Цзелинский симфонический оркестр. Это тоже очень концепционное сочинение, мы очень рады, что наши китайские гости подошли к этому так серьезно. Большая симфоническая сюита переживания на Гауданском шелковом пути состоит из 8 частей, каждая из которых иллюстрирует одну из стран, входивших в этот древний торговый путь. В заключительной части гости фестиваля познакомятся с еще одним экзотическим инструментом – гуцинь, или китайской цитрой, чем-то напоминающей русские гусли. Струны гуцинь сделаны из натурального шелка, что и символизирует данный период в истории Китая. Примечательно, что когда появился гуцинь более трех тысяч лет назад, на нем играли исключительно мужчины. В древней истории Китая был такой период, когда культурное образование было доступно только мальчикам. Но сейчас все больше женщины играют. И еще как играют – заслушаться можно. Кроме иностранных гостей, которые очарованы краевой столицей и с нетерпением ждут встречи с публикой, в этом году впервые на одной сцене выступят два наших прославленных коллектива – Красноярский симфонический и Красноярский камерный оркестры, два дирижера – Владимир Ланды и Михаил Бенюмов. Встреча таких выдающихся отечественных и зарубежных музыкантов на сибирской земле – не просто большое событие для поклонников классической музыки нашего города. Это выводит фестиваль на совершенно новый уровень. Михаил Иосифович, мы уже все в предвкушении концертов фестиваля ждем наших зарубежных гостей. Но, кстати, и вы же тоже со своим оркестром часто гастролируете, выступаете за рубежом. Помимо этого вы еще и преподаете. Расскажите, вот вам самому, что интереснее – все-таки выступать или преподавать? Или с годами предпочтения-то меняются? Вы знаете, ну это так сложилось, что у меня и то, и другое совместилось в моей профессии, в моей жизни. Я полагаю, что нашим воспитанникам, нашим ученикам нужен артист, который тоже учится всю жизнь. А учиться в нашем деле можно только на сцене. Телезрители, зная о теме нашей программы, задали очень интересующий их вопрос, на который мы отвечаем в нашей постоянной рубрике. Михаил Штельмак спрашивает, можно ли еще приобрести билеты на концерты фестиваля «Азия, Сибирь, Европа» и сколько они стоят? Да, конечно, еще немного билетов осталось. Если поторопиться, можно еще, в принципе, достать их. Они есть в кассах Краевой филармонии, цены начинаются от 200 рублей. А мы напоминаем вам, телезрители, что вы можете задавать свои вопросы о спортивной и культурной жизни города по телефону 233-0403 или присылать их по электронной почте, адрес на ваших экранах. Михаил Иосифович, к нам приедет много артистов, выдающихся артистов из-за рубежа. А вообще можно ли сравнивать интерес публики к камерной музыке в России и за рубежом? Я думаю, что интерес к публике и за рубежом, и особенно в России, он и сопоставим с одной стороны, и с другой стороны он, конечно, меняется постоянно. У нас, как мне кажется, тренд нарастающий. И мы к этому очень стремимся. Вот сейчас прозвучал вопрос и ответ. Почему цена билетов в 200? Хотя это уже как бы не совсем понятная цена, учитывая, допустим, стоимость билетов в кино и так далее. Да потому что мы очень хотим быть нужными и доступными и пенсионерам, и людям бюджетной сферы, которым непросто приобретать билеты дорогие, и, самое главное, молодежи. Вот эта миссия воспитывать поколение красноярцев, россиян, которые будут представлять собой день будущий, то есть нашу Россию в будущем, а эта Россия и формируется сегодня, каждый день. Вот стремление стать действительно нужными молодежи, вызвать у них интерес, увлеченность классической музыки, вот это заставляет нас всегда думать и о ценовой политике, чтобы она была доступна для школьников, для студентов и так далее. Для всех слоев населения. Да, и мне кажется, что все последние годы, вот, вы видите, что концертные залы наполняются или переполняются уже, можно так сказать, и меня это, конечно, не может не радовать. А героем сегодняшней рубрики «Портретная зарисовка» стал дирижер Симон Гауден, под чьим руководством музыканты сыграют концерт-открытие фестиваля «Азия-Сибирь-Европа» в этом году. Этот молодой человек, неспешно гуляющий по Красноярску и рассматривающий достопримечательности, очень известный европейский дирижер, уроженец Швейцарии Симон Гауденц, впервые приехал в наш город, ответив на приглашение камерного оркестра, чтобы дирижировать концертом-открытием 16-го международного фестиваля камерно-оркестровой музыки «Азия-Сибирь-Европа». Такая честь вполне оправдана, ведь он не только один из самых молодых и востребованных в своей профессии. Симон получил разностороннее музыкальное образование, как кларнетист, композитор и дирижер. Учился и в Европе, и на американском континенте. Но в детстве, как и любой мальчишка, мечтал стать профессиональным спортсменом. Это был мой выбор. Сначала я хотел быть футболистом, потом журналистом, но спустя некоторое время все-таки пришел к музыке. Благодаря упорному труду уже в 2006 году молодой маэстро приобрел широкую известность, одержав блестящую победу на первом международном конкурсе дирижеров в Софии. После этого стал сотрудничать с ведущими оркестрами Европы. А в 2010 году он впервые выступил с Национальным филармоническим оркестром России и с тех пор регулярно посещает Москву по приглашению Владимира Спивакова. Кстати, первопрестольную Симон считает фантастическим городом, а Красноярск открыл для него красоту сибирской природы. Погода замечательная. Мы посетили заповедник Столбы. Там потрясающий лес, свежий воздух, огромные камни. Получили массу впечатлений, но пришлось возвращаться в город, ведь я должен встретиться с оркестром и работать. Притом работать упорно. Особенность Красноярского фестиваля в том, что он связывает различные культуры. И с каждым музыкантом, несмотря на непохожесть менталитетов, нужно найти общий язык и идеальное звучание. Мне придется смешать два оркестра – русский и китайский. В этом и заключается специфика концерта. Для меня подобный опыт – первый. Но скажу честно, это просто фантастика. Да и на будущее Симон строит не менее фантастические планы. Моя цель – больше работать с главными дирижерами по всему миру. Ведь в музыке всегда есть высоты, которых нужно достигать. Я очень хочу доносить музыку до каждого человека. И чувствую, что это огромная ответственность. С этой ответственностью маэстро справляется блестяще, поскольку секрет его успеха очень прост. Он всегда любит музыку, которую дирижирует. Михаил Иосифович, подводя итог к сегодняшнему разговору, скажите, а каким вы видите будущее камерно-оркестровой музыки вообще и какова роль фестиваля «Азия-Сибирь-Европа» в развитии и сохранении этого жанра? Спасибо за вопрос. Дело в том, что будущему камерно-оркестровой музыке я посвящаю все свои усилия. А двигательной силой этому служит то, что я считаю, что человечество не вправе терять те сокровища, которые уже она накопила. Что такое камерно-оркестровая музыка? Ну, например, это большинство произведений Гайдена оркестровых, потому что они, в принципе, написаны для оркестра, который сейчас бы назывался камерным, не для больших оркестров. Это большинство произведений Моцарта, это большинство произведений Баха, Генделя. И подали по списку. Рамо, Куперена и, в общем, так далее. Это колоссальная сокровищница, которую, как я уверен, я не предполагаю, уверен, что человечество не вправе потерять. Поэтому, если у нас камерная оркестровая музыка будет развиваться, если такой город, как Красноярск, будет располагать не только большими оркестрами, но и оркестрами, которым адекватна вот именно такая музыка, то тогда эта сокровищница для нас, она будет не закрыта. Как мне кажется, наш фестиваль Азия, Сибирь, Европа, он и является, ну и так вот банально выражаясь мостом культур, так уже, такое уже затертое несколько выражение. Но тем не менее правильно. Но я бы сказал так, что здесь центральное слово, само слово «мост», то есть, а именно Сибирь. Потому что Сибирь появляется как раз тем центральным звеном, куда как раз и привозит свои достижения, как с Запада, так и с Востока. И вот эта возможность как бы соединять культуры, добиваться каждый раз какого-то неожиданного и нового эффекта, это является большой привилегией Сибири. Спасибо большое за интересную беседу. С нетерпением ждем начала фестиваля. Спасибо вам за внимание и за возможность выступить. До свидания. До свидания. Напоследок наша традиционная рубрика «Непосредственное мнение». На этот раз мы попросили детей рассказать про самый любимый музыкальный инструмент. Мой любимый музыкальный инструмент – это синтезатор. Я очень люблю на нем играть. Гитара – мой любимый инструмент, потому что мой папа играет на гитаре. Я хочу научиться играть как папа. Рояль много клавиш имеет и струн. У каждой струны молоточек и грунт. У клавиш два цвета – черный и белый. Пианист на рояле играет умело. А по-другому рояль зовут странно, чудно, непонятно, фортепьяно. Я люблю очень играть на скрипке. Сейчас я вам это покажу. Я люблю на пианино играть, потому что в детстве у меня была пианино маленькая. Мой любимый инструмент – гармошка. И мамин папа играл на балалайке и на гармошке. Ложки – древний саянский инструмент. Они мало чем отличаются от обычных ложек. Только сделаны они из более прочих деревьев. У меня флейта из пластика, а бывают флейты из красного дерева. Будущие виртуозы подрастают в Красноярске. Это радует. А на этом у меня все. В следующий раз мы расскажем про детские спортивные школы и кубок главы города по регби. Смотрите программу «Наш Красноярск» каждую субботу в 17.00 на Первом Краевом.